Ты входишь в свою секретную комнату Ты используешь этот темный ольков для хранения кое-каких скромных ценностей И для того, чтобы прятаться тут, когда ты на деле И ситуация становится слишком горячей, чтобы ее контролировать Чего не случается никогда Посмотреть бумагу на полу Похоже, это записка, доставленная тебе от классного детектива От нее немного пахнет мочой Как же ты ненавидишь его Ты заталкиваешь неприятную записку в свой инвентарь Сыграть ненавязчивую мелодию на трубе Ты не можешь сделать этого, труба слишком грязная Посмотреть на бумажку на стене Это еще одна визитная карточка интересной службы Некоторые из этих сервисов действительно необычны Поддержанная рогография Ухаживаем за вашими грязными инструментами с 1920 года Ржавые тромбоны, грязные трубы, вонючие рога и другое 1-800-САКС-САКС-САКС Положить карточку в свой инвентарь Залезть в грузовой лифт Ты забираешься в лифт, иногда называемый кухонным подъемником Внутри темно, хоть глаз выколи Отправиться можно только в одном направлении Спуститься вниз Кухонный подъемник немного опускается и останавливается Дальше он не пойдет Лифт слегка освещен через щель в стене, на которую ты смотришь Похоже, ты можешь просовывать через нее предметы, если они достаточно узкие Поглядеть через щель Трудно что-нибудь разглядеть через нее Но ты опять слышишь голос Слушать Это опять офис классного детектива Он все еще висит на телефоне и звучит довольно угрюмо Кажется, он сильно расстроен из-за неразберихи Включающей в себя большие каменные бюсты Которые прибыли вместо других услуг, на которые он надеялся Далее Бюсты у нас Мы отполируем вашу головку без дополнительной оплаты 50, 34, 918 Он, кажется, задается вопросом, правильная ли у него карточка Протолкнуть свою карточку бюсты у нас через щель Ты бросаешь через щель карточку бюсты у нас Но сначала пассы на нее Несколько поздновато ты понимаешь, что надо было пассать на карточку, которую ты сунул детективу Ты решаешь все равно пассать на нее Заставка Классный детектив подбирает карточку и кладет в свой инвентарь Он осторожно осматривает карточку Далее Он звонит по номеру, надеясь, что этот принесет ему удовлетворение Далее Немного времени погодя, появляется парочка шлюх Конец заставки Похоже, детектив снова одержал над тобой верх Сделать глоток из фляги виски Тебя начинает переполнять уныние Ты устал от того, что тебя постоянно выставляет на посмешище твой противник Он получает все Все хорошие дела Женщин Возможность выйти через дверь своего офиса Ты готов побиться об заклад, что он даже наслаждается львиной долей рисок Ты делаешь хороший глоток из своей фляги виски Ты чувствуешь прирост своего воображения Почистить рога Неожиданно ты становишься абсолютно недоволен состоянием этих рогов Это же позор какой-то Ты этого терпеть не намерен Ты начинаешь полировать инструменты Но, похоже, твое воображение слишком высоко, чтобы выполнить обычные повседневные дела Ты опрокидываешь рога Кларнет ломается Если бы только было место, которое могло бы служить подходящим выгоном для такого высокого уровня воображения Пока оно не пройдет Возвращаемся в старый форт Находясь в состоянии повышенного воображения Ты падаешь вниз по лестнице Стоит добраться до своего безопасного форта поскорее Здесь от тебя никакого пробу Быстрее! Ты чувствуешь себя в целости и безопасности в уютных границах своих шатких фанерных стен Погрузиться в царство фантазий Далее Ты стоишь в своем воображаемом офисе С силами разума возможно все что угодно Звонит твой воображаемый телефон Ответить на воображаемый звонок Ты отвечаешь на звонок лучшим способом быстрого разговора эпохи Великой Депрессии На другом конце провода какая-то истеричная дама Ты говоришь ей успокоиться и кратко рассказать, чем вызван весь этот голдеж Ее ответы расплывчатые и скудли на детали Это дело быстро заходит в тупик Похоже, твое воображение отстойно Съесть обеды со стейками руками Обеды со стейками стояли тут уже приличное время Они оба испортились Схавать воображаемых ирисок На вкус они не так хороши, как настоящие ириски Тем не менее, они дают небольшой прирост твоей миловидности Попытайся забрать воображаемый револьвер назад в реальный мир Ты подбираешь револьвер Хотел бы ты забрать его с собой Но ты не можешь понять, как это вообще возможно Уверенно выйти через дверь офиса Ты покидаешь свой офис Ты стоишь в коридоре Пойти наехать на классного детектива Ты вламываешься в воображаемую дверь к классному детективу Закатывая свои несуществующие рукава Но его нигде нет Его воображаемая комната пуста Скорее всего, потому что гласный детектив сейчас не пользуется своим воображением Покинуть комнату Ты уходишь, но сначала оставляешь воображаемый подарочек на полу Далее Теперь ты в коридоре Смотришь на юг Войти в комнату О-И Ты слышишь звуки, доносящиеся из-за двери Похоже на музыку, свинг и шумное развлечение Кто бы ни был в этом офисе, у него наверняка великолепное воображение Но дверь заперта Следовать знаку выход Ты чувствуешь, что твое воображение начинает спадать, поэтому торопишься спуститься вниз на воображаемую улицу Ты находишь пеструю коллекцию предметов, которые ты выбросил в окно чуть ранее из ярости, глупости или и того и другого сразу Посмотреть на окно своего офиса Через окно ты видишь знакомое лицо Дружелюбное лицо Далее Действие твоего воображения закончилось Далее Ты испытываешь остаточные эффекты своего воображения Характеристика остается на том же уровне, но больше не дает тебе преимуществ Однако в реальном мире ты продолжаешь оставаться таким же бесполезным Тебе потребуется найти способ быстро протрезветь Глупнуть кофе, неважно какой он температуры Ты пьешь кофе, который едва теплый Он мерзкий, горький и до смешного крепкий Ты можешь выпить совсем немного Твое воображение спадает, в то время как твоя энергия получает существенный прирост Теперь ты чувствуешь себя потрясающе, как новенький и с прекрасной координацией На пол падают две ириски Подобрать ириски Ты кладешь ириски в свою шляпу Телефон снова звонит Иди посмотри, что там Да ему телефона не хватает трех деталей Так что ответить на звонок, несомненно, истеричной дамы стало еще труднее Если бы ты только мог придумать способ выводить предметы из странной оконной воображаемой вселенной Перевернуть окно и вытрясти телефонную трубку Ты пытаешься вытрясти свои вещи из треклятого портала Далее Похоже, он работает по технологии волшебного экрана Сделать лассо из пленки и вытянуть с его помощью трубку Ты используешь магнитную ленту, чтобы сделать лассо Может быть, тебе удастся достать свои вещи таким способом Однако ты находишь лассо из пленки слишком легким и хлипким, чтобы бросить его в окно на необходимую дистанцию Или с необходимой точностью Потребуется что-нибудь, чтобы утяжелить его Переходи к делу и воспользуйся шлакоблоком Ты привязываешь пленку к шлакоблоку, используя его в качестве якоря Бросить его в окно Осмотреть фреску на предмет скрытых улик Похоже, в фреске есть две дыры Они расположены достаточно далеко друг от друга, чтобы кто-нибудь с нормальной человеческой анатомией мог смотреть через них обоими глазами Посмотреть через них Посмотреть через них Далее Это неприятная записка Используя объемное зрение, ты можешь определить, что она очень близкая, всего в нескольких дюймах от твоего лица Ткнуть записку карнизом С другой стороны отваливается картина эльфа Она падает и открывает взгляду сейф Сейф открывается, открывая картину эльфа Посмотреть через эльфийские дыры Это офис еще одного твоего соперника Озорного инспектора Он выглядит обалделым, поскольку, возможно, он был заперт в своем офисе уже приличное количество времени В углу стоят странные стеклянные контейнеры Тебе интересно, нет ли где-нибудь в его офисе бизнес-карты, профессионально выражаясь, разумеется, стеклодува Возможно, приклеенные к чему-нибудь вроде шлакоблока или обратной стороны картины эльфа По каким-то причинам в его офисе темно Далее Неожиданно ты слышишь шум, доносящийся из офиса классного детектива Ты решаешь, что раз в твоем офисе темно, то можно заодно и глянуть на него через клоунские дыры Взглянуть Шлюхи привязали классного детектива к стулу и украли его телефон Бюст Мишки Хаги разбит И сокровища, которые, несомненно, были скрыты внутри, также украдены Должно быть, его пытали ради информации Возрадоваться! Ты отмечаешь события проведением одного из глупейших танцев, какие ты танцевал за последние часы Субтитры создавал DimaTorzok